Продолжаем выпуск. За минувшие сутки на территории Запорожской области зарегистрировано 74 сообщения об уголовных правонарушениях. Среди них 1 убийство, 5 случаев нанесения телесных повреждений, 5 грабежей, 13 краж личного имущества, 4 квартирные кражи, 11 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. В продолжение темы материалы Андрея Бычкова. Квартирная кража с трагическим финалом в Запорожье. По телефону 102 оператору поступила информация, что в одну из квартир по адресу Бочарова, 3, вторглись воры. Звонил жилет соседней квартиры. По вызову на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Дверь имела следы взлома. Милиционеры зашли внутрь. Поначалу никого не заметили. И тут с балкона послышались какие-то звуки. Когда вышли на балкон, увидели молодого человека, повисшего на руках. Паркурщика неумеху втянули внутрь. Квартира расположена на восьмом этаже. Когда глянули вниз, увидели тело второго подельника, лежащего на крыше пристроенного магазина. Чтобы достать его, вызвали спасателей кубры. Наша помощь понадобилась в том, чтобы его с пристройки спустить с помощью альпинистского снаряжения и насилок. И передали работникам милиции. Оба домушника 79-го года рождения. Погибший, кстати, ранее был судим за квартирные кражи. Тот, которого удалось спасти, рассказал правоохранителям фантастическую историю о том, что в квартире оказался с целью задержания подозрительного субъекта, взломавшего дверь. А когда нагрянула милиция, он испугался и попытался воспользоваться балконом в качестве выхода. По факту произошедшего начато уголовное производство. Милиционеры пресекли деятельность борделя, замаскированного под массажный салон. В интимном бизнесе были задействованы 8 девушек – студенток местных вузов. Как показало расследование, термин «массаж» в заведении трактовали весьма свободно. Поэтому организаторов места разврата может ждать до 5 лет лишения свободы. В зависимости от вида услуг, которые оказывали девушки, салон за сеанс получал от 200 до 1200 гривен с клиентом. В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к клубничному бизнесу. Батька Махно смотрит в окно. Такую картину можно наблюдать теперь в открывшемся музее пенитенциарной службы Запорожской области. Музей открыли по инициативе руководства управления. Он охватывает исторический промежуток существования пенитенциарной службы с конца XIX века до наших дней. Здесь собраны экспонаты, которые иллюстрируют не только развитие пенитенциарной системы, но и различные пласты нашего прошлого. Здесь будет все это еще совершенство. Мы будем тематические выставки делать в этом музее. Приглашают сюда будущих юристов. Наша служба криминально-исполнительной инспекции будет приглашать сюда детей, которые, скажем так, где-то переступили закон. В музее можно увидеть исторические документы, фотографии, образцы, формы. Отдельная экспозиция посвящена запрещенным в спецучреждениях предметам и различным способам их доставки. Но наибольший интерес у журналистов вызвала реконструированная камера Александровского арестного замка, в которой целый год содержался Нестор Махно. Причем фигуру Нестора Ивановича создал осужденный, который отбывает наказание в Запорожском исправительном центре. Приехали представители управления и попросили изготовить Махно. Собрали фотографии, документы о нем, образ какой-то был. Сложная работа была? Нет, больше интересная. Все здесь сделано руками спецконтингента и работников службы. Пока музею не предоставлен официальный статус. Но пенитенциарии говорят, что работают над этим вопросом. И вскоре посетить его сможет любой желающий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!